Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Олег Пек, Александр Шунин. И к нам присоединяется Галина Максимова, директор Хайпи-Арт-Мюзеум. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Что в этом году, каким образом прошли пандемии, вообще страшные, вроде, ну, тьфу-тьфу-тьфу, конечно, мы не знаем, что будет еще осенью, но Слава Богу, вот как-то уже вспоминается, как страшный сон, когда все были разобщены, сидели по своим каким-то квартирам и в носу не казали на улицу, выбегали, добегали до ближайшего магазина там за пакетом молока и хлебом. И снова домой, и снова бежали к компьютерам, чтобы загрузить виртуальные туры по различным музеям и выставкам. А тут, можно сказать, музеи и выставки пришли к нам, можно будет посмотреть, приценить и даже приобрести какие-то, я понимаю, произведения художников. В этом году художественная ярмарка «Арт-Рига Фейр» пройдет в необычном месте. Я думаю, это место, мимо которого рижане и гости Риги много раз проезжали мимо, но внутри наверняка большая часть из них не была. Дворец президента? Нет. Но хотелось бы там тоже когда-нибудь сделать «Арт-Рига». Это место, открою интригу, это башни Зунды, две башни, которые у нас как бы появились на горизонте Риги, и там первый раз пройдет ярмарка «Арт-Рига Фейр». А где именно там? Там же, получается, два фойе, которые разделены, или какая-то наверху перемычка между зданиями? — Смотрите, башни трехэтажные. Не трехэтажные, а тридцатиэтажные. Трехэтажные, это я хорошо сказала. — Трехэтажные башни, да. — Трехэтажные башни. Сама ярмарка будет проходить на втором этаже, но этот второй этаж, он по высоте как пятый. И с этого пятого этажа открывается очень интересная, прекрасная панорама Риги. И виды, которые видны с этого этажа, вы никогда таких не видели. Это будет уникальный опыт, и нужно прийти на эту ярмарку хотя бы ради того, чтобы увидеть эти необычные виды Риги. — Помимо необычного ракурса на Ригу, что можно будет посмотреть? Сколько участников? Какова их география? Опять же, учитывая геополитические истории, как отразились они на участниках? — Конечно, отразились, но фактически россиян в этом году не будет, они и приехать не могут, и там много разных других причин. Наши постоянные участники из Германии, Франции, Италии приедут. Я надеюсь, что приедет кто-то из Украины. Во всяком случае, я сделала много приглашений. И надеюсь, что наши партнеры, с которыми мы до этого работали, что кто-то из них сможет приехать и представить украинских художников. — Вы говорите, много постоянных участников, но ведь хотелось бы и новых увидеть. — Конечно, будут новые участники, но я хочу эту интригу о новых участниках немножко сохранить до конца, до начала выставки. — Вот когда начало? — Как анонс, выставка будет работать с 21 по 25 сентября, с 10 до 6, в четверг длинный день до 8 часов. И что я хочу проанонсировать, в этом году приедет фотограф Джордана Марганти с новой серией, которую до этого зрители не видели, будет большая фото-зона, будет большая зона художественного стекла. Анда Мункевица и другие латвийские художники, которые работают со стеклом. И традиционно будут представлены латвийские скульпторы. То есть эта выставка будет отличаться тем, что будет явно выраженное зонирование, будет фото, часть выставки, будет скульптура, будет инсталляция, будет отдельная живопись, отдельная графика. Мы немножко другой микс делаем. — Обычно что-то мультимедийное тоже присутствует? — Будет присутствовать и тоже будет. Вот один из проектов латвийской художницы Илза Прейса в сотрудничестве с испанским композитором, у неё была интересная выставка в Испании, и он специально написал музыку для её картин. И будет видеофильм, который как бы вот такая коллаборация испанского музыканта и латвийской художницы. — То есть нужно смотреть на картину и слушать музыку? — Илза Прейса, да. — А, интересно, это... — Слушай, в каком журнале это было? Смотри картинку, слушай пластинку. — Да-да-да. Это кругозор, наверное, нет, или какие-то там... — Нет, это детский был какой-то. Ну, условно, мурзилка это было. — Да, там получается, что все будут как бы виды искусства комбинированы на этой ярмарке. — Знаете, я сегодня утром об этом думала, что... Мне всё время говорят, а что будет нового? Ну, вы когда приезжаете в Париж, например, хотите посмотреть на эту знаменитую Джаконду, вы же её видели наверняка, да? Но вы приходите, ну, с другим человеком, новым, другим, не тем, который был в этом месте в предыдущий раз. И вы заново каждый раз то, что вы видите, вы видите это по-другому. И потом, мне кажется, что этот вопрос, он такой... Ну, для меня он как бы странный. Я могу на одну и ту же картину смотреть долго, потому что, тем более, если это выставлено в другом месте, если это другая атмосфера, то это другая картина, на мой взгляд. — Можно ли приобрести то, что выставляется, и каким это образом будет происходить? Это же ярмарка, я понимаю, что... Конечно, как всегда, можно будет... Не всё, но почти всё можно будет приобрести. И по этому поводу... У меня тоже была недавно дискуссия с одной из художниц, которая приедет в этом году на арт-ригу из Парижа, Катя Каменева. Она была несколько лет на арт-риге в составе караван-галереи из Парижа. И у неё... Она делает такие вещи на... Ну, просто на больших полотнах бумаги. Она в свободном таком стиле, такой экспресс-рисовании. Она просто буквально там за минуту делает эти свои рисунки. И когда мы с ней говорили в этом году, обсуждали её участие, она мне немножко так... Ну, как сказать... Ну, с небольшой такой претензией сказала. Ну, я не знаю, как я буду выглядеть на вашей выставке. У вас же в основном такое искусство, которое продаётся, это как бы салонное искусство. И, ну, я начала задумываться об этом. Ну, сколько процентуально из того, что мы выставляем, является таким искусством, которое ориентировано именно на... Ну, заведомо ориентировано на то, что это... Повесит над карабатью. Да, что художник хочет это продать. И тем искусством, которое как бы на будущее, которое в данный момент... Не праздный вопрос, на самом деле. В данный момент никто не купит. И к какому выводу пришло? Я думаю, что это всё-таки половину на половину, потому что много работ... Они или слишком дорогие для того, чтобы их повесить над кроватью, или слишком... Экспрессивные. Ну, неэкспрессивные, а... Ну, как бы, ну, не домашние, не домашние, да? Это с музейной тематикой, да? А нельзя же так вот прийти на ярмарку, показать пальцем, сказать, хочу, заверните? Почему? Как раз... Не то, что нельзя, а нужно. Ну, ответ, скорее всего, будет... Да, пожалуйста, ну, забирать только после 25-го. Ну, конечно. Со стенки вы же не снимете до конца ярмарки. Мы можем снять со стенки. На самом деле, на тех ярмарках художественных, где мы участвовали, и на которые мы специально ездили посмотреть, как в таком формате происходит продажа, это очень красиво, когда на пустом месте висит такой маленький красный кружочек, что значит, что картина или зарезервирована, или уже куплена. И это, как бы, комплимент художнику, что у него есть пустое место на сцене. Приходишь в последний день на эту вашу выставку, а там уже все красные точечки. Но зато на город посмотрели. Мне кажется, что это прекрасно, да? Да, понтилизм такой, красные точечки в глазах ребят. А можно же сделать так вот, схитрить, повесить зарезервированно, а кто-то дико заинтересованный подойдет и начнет торговаться. Борщи-суши, борщи-дам. И перебьет там 10% сверху дает. Ну, обычно это на аукционах происходит, но я только за. Я за то, чтобы было больше красных точек. У меня сразу такой философский вопрос. В чем вот глобальная задача ярмарки? То есть вот, ну вот, в чем вы ее видите? Я вижу это в том, что персональные выставки, когда художник делает, может быть, даже не у всех хватает энергии, силы, разные обстоятельства, чтобы эту выставку сделать регулярно, каждый год. Может быть, кто-то это делает раз в три года, может быть, кто-то готовится к своей персональной выставке долго. А «Артрига» — это такой ежегодный проект. Мы стремимся к тому, что он был ежегодный. И художник может просто приехать и сказать, а вот я в этом году сделал, вот я и занимался этим, вот мои новые достижения, вот мои новые работы. Мне кажется, в этом есть какой-то поступательный смысл. Хотя обычно на ярмарках подобного типа и на «Артриге» у нас не было какой-то одной темы объединяющей. Мы просто, ну, как бы соединяли такую мозаику из разных галереи, из разных художников, и не было темы выставки. В этом году я все-таки пытаюсь задать эту тему, и тема этой «Артриги» такова — «Времени не существует». Вот, ну, как бы знакома, наверное, с этой теорией о том, что на квантовом уровне как бы времени нет. И даже такой знаменитый итальянский физик, философ, наверное, его можно назвать, говорит, что говорить о времени — это невежество. Поэтому мне хотелось вот вместе с художниками как бы поразмышлять об этом и подумать, что мы, собственно, никуда не опоздали. А между тем с 10 до 18. Пришёл. А так можно... Следующая тема — денег нет, но при этом тоже будут ценники висеть. Ну, да, да, насчёт времени — это, конечно... Сильно. Известная фишка. А, кстати, про время, про время и про вход. Мы говорили там про различную стоимость, про различные направления. Как зайти-то? Билеты будут или свободный вход? Билеты на обилишу-сервис, и на месте можно приобрести билет. Основной билет стоит 10 евро, но есть разные билеты со скидками для студентов, школьников, пенсионеров и так далее. То есть разные категории цен. В рамках ярмарки будут ли какие-то тематические мероприятия, лекции, мастер-классы, нечто подобное? Обязательно будут, обязательно анонсируем. Но я думаю, что в этом году, действительно, поверьте мне, во-первых, ярмарка будет в два раза больше, чем обычно. Это 2000 квадратных метров. Действительно, больше художников будет принимать в этом году. И я думаю, что там просто будет на что посмотреть, и в любой момент можно будет прийти, и обязательно будет что-то интересное. Ну и надо подчеркнуть, учитывая вот эту особенность, что картины покупаются и снимаются, и вместо них красные кружочки, стоит приходить к самому началу, то есть к 10 утра 21 числа уже быть на месте, на пятом этаже Зунда Тауэрс, наслаждаться видами, причем как внутри, так и снаружи. Второй только этаж, да? Третий, но он как пятый. Да, третий как пятый. Я вас совершенно запутала. Две башни, третий этаж, но он как пятый. Я вас запутала с этажностью. Этот этаж, я смотрю с этого этажа, он как бы второй, но я с этого второго этажа, 30-этажного здания, смотрю на крыши города уже. Это высокий этаж. Зунда Тауэрс там на месте разберетесь. Да, я думаю, что все. Какие-то стрелочки же поставите. Мы будем встречать прямо у входа. Во-первых, у нас уже стоит выставка в данный момент в башнях. Там на первом этаже выставка скульптуры. Наш любимый Зигмунд Белес, Эгон Спершевиц с русалочкой, Маттеас Янсонс. Так что, когда человек войдет, он сразу поймет, что искусство его встречает прямо у входа. Уже вошел по колено и глубже, и глубже, и глубже. И сия пучина поглотила в один момент. Что новым вам придумывают художники? Насколько новизна является основополагающим критерием? Потому что уже появляются художники, которые режут бритвой полотно, не обходятся без краски. Мы знаем, что там есть какие-то, и, бог знает, какие там пустые холсты продаются, закрашенные монотонно краской. Что еще можно придумать? Вроде как уже, на самом деле, мне кажется, уже все придумано. Потому что у нас есть такой, я считаю, подругом, куратор Энс Роси Ройс, которому сейчас глубоко за 80, почти 90. И когда он приходил на выставки современного искусства, он сказал, что это, я все это уже видел, все эти порезанные холсты, это было все в 60-х годах. Это как бы все давно придумано. Но, наверное, мы движемся к какому-то технологическому искусству ближе. Об этом много говорили. И это все меньше руками, меньше ножницами, меньше кисточкой, а ближе к технологиям. А, кстати, как вы относитесь к различным именно компьютерным художествам? NFT, всевозможные там эти. Ну, да, например. Ну, это все интересно, но это не совсем то, чем мы занимаемся. Потому что мы-то как бы любим собраться вместе, все это обсудить. А NFT это такое, ну, как бы это вот для... другое поколение, которое это и делает, и которое это покупает. Вот это вот, ну, как бы, скрытое право обладания каким-то предметом искусства, которое только у тебя, и которое никто не увидит, и которое еще обращается в криптовалюты и так далее. Честно говоря, мне все это дико интересно, но пока это не про меня. Шаманство какое-то, да? Что-то такое непонятное. То есть нужно, чтобы был запах краски, чтобы это было вот что-то такое вот обвесчисленное, что нужно попробовать. Да, по локте, в краске, в черной желательно. Почему же в черной? Труднее отменить. Или как нет времени, так же и черный цвет, это отсутствие цвета? Ну, что-то такое. Вот, я нашел, как это называется, не совсем NFT. NFT – это технология продажи, а именно генеративное искусство, формулы. Вот Швемблдер, наш знаменитый на весь свет, кстати, сегодня его выставка открывается в Риге. Вот это искусство, на ваш взгляд? То есть сидит чувак, компьютерный гид, который пишет формулу. Я думаю, это искусство, потому что это творчество. И любое, когда человек начинает что-то делать в любой области, творить, для того, чтобы это, ну вот просто какое-то, наверное, это слово сегодня уже говорило, поступательное, что-то делать, он вроде как движется вперёд и ищет какой-то выход во что-то. Это есть творчество. Поэтому, да, я думаю, что это искусство. Но если вот мы говорим об аудитории, которая привлекает вот ярмарка, арт Рига Фейр, мы говорим всё-таки, это миллионеры, которые приходят там, коллекционируют современное искусство, или это простые люди, которые там, может быть, ну живут там в двухкомнатной квартире, которым, ну, предположим, повесить там полотно современного художника действительно негде, и оно не предназначено для этого, они просто приходят посмотреть или... Публика очень разная. Конечно, приходят такие люди, которые собирают свои коллекции, и их больше интересует такое искусство, которое и в будущем будет стоить, или такие авторы, у которых есть какие-то перспективы, развитие. Но, с другой стороны, работая в галерее, хэппи-арт-музеуме, когда ко мне приходит человек, и он как бы ему что-то нравится, и он не совсем понимает тоже диапазон цен, нравится то и нравится это, я говорю, просто найдите время, когда вот не торопясь, не так, что вот забежать в галерею на 10-15 минут, и мы что-то выберем, нет, нужно найти время, час-два, и мы будем вместе смотреть, мы будем смотреть, мы будем вынимать, мы будем представлять к одной стене, к другой, говорить об этом, и тогда мы обязательно найдем какой-то вариант, который подойдет конкретному человеку и по ему, ну как бы, духовной близости, душевной близости к художнику и восприятию мира и по цене, и по всему остальному. Насколько действительно это является надежным вложением денег в современное искусство, то есть, когда мы говорим о том, что, может быть, люди даже далекие от искусства просто хотели бы в надежде на то, что это вырастет в цене, и они смогут перепродать, может быть, выгоды для себя. Мне кажется, что это вообще даже об этом, даже, я не знаю, как сказать, как галерист, я говорю, ну, искусство надо покупать, за этим будущее, это единственное, что нужно покупать, потому что одежду вы выбросите ремонт, который сделать в квартире, он как бы, как когда-нибудь там дети, внуки, лак с паркета сотрется, стены станут как бы не такими свежими, а картина со временем только приобретет свою стоимость. Купил машину, она через два года стала дешевле, а картина дороже. И вообще, покупайте искусство, помогайте художникам жить здесь и сейчас. Всё это в раке, что художник должен быть голодным. А действительно, вот художники голодают или они всё-таки живут припеваючи? Насколько это, ну, вот, нужно ли, условно говоря, пороть ребёнка, не становись художником, будешь всю жизнь там мыкаться? Ну, мои дети, как бы, слава богу, не стали художниками. Один физик, вторая собирается заниматься философией. Ну, это уже где-то близко к художественной школе. Я думаю, что процесс творчества, что его, как бы, внутри себя, он может выражаться в любой сфере. И я считаю, что художник — это не только тот, который рисует на холсте, но абсолютно в любой профессиональной сфере человек может быть творцом и художником. Я бы так сильно не разделяла это. Я тоже считаю, что мы с Олегом художники сло. Конечно, конечно, безусловно. Как говорил Довлатов, который у него была прекрасная, когда дворник, который по выброшенному мимо мусору может определить квартиру. В любой профессии найдётся место для творчества. Да. Я, кстати, оказался однажды ровно в такой ситуации. Меня вычислили по газете с номером квартиры по не туда выгруженному мусору. Ну что, 21-25 сентября Zunda Towers и... С 10 до 6, отдельно подчёркивается, в четверг до 8 часов вечера. Приходите и ArtRigaFair узнаете, может быть, откройте для себя новые имена или просто посмотрите на работы своих уже любимых мастеров. Спасибо большое, Алина Максимова, главная студия. Всего доброго, до встречи. Спасибо. Радиоболтком Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова